Легенда о любви 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 Или, господа, погода, когда резко меняется. Вышел из дома, солнце, отошел, три шага, дождь. Дождь, Бёнд, а у тебя нечем прикрыться. Ни зонта, ни книги, ни паспорта. Или еще хуже, ты с зонтом, а день солнечный. Солнце, ты с зонтом, как дурак, Бёнд. Был случай, много свидетелей, глухонемой. Вышел с зонтом, а тут солнце. Он заговорил. Сказал, ну, сука, погода. А что тут еще скажешь? Старики утром в магазин. Бегом, бегом, кто быстрее посмотреть, сколько сегодня кефир за вчерашние числа. Они очень надеются, что за ночь сильно подешевело. Все дрожает кругом, а кефир должен подешеветь. Естественно, они начинают возмущаться. Я бы в это время не хотел быть рядом с ними. Они, горячо, могут такое бензать сказать. Меня возмущает, когда ничего не происходит. Просто человек стоит на улице и вдруг во все горло. А-а-а! Матом. Зачем? Ты что, один здесь? Кто тебе дал право? Где твой ребенок в совесть? Бывает, человека врасплох застанут. Он стоит, задумался о своем. Может, даже о жене. Что она его в дом пустит. Человек мечтает, стоит. Вдруг ему сколько времени? Конечно, он от неожиданности может послать. Или Ельцин, когда сказал, ухожу. Как со всех сторон сразу. У-ю-ю! На радость. Причина была. А когда без причины? Я вам, господа бензать, больше скажу. Я тут еду в транспорте, слышу, мужчина один говорит на весь автобус. Я тебе сейчас, сволочь, гнида, вшивая, то у меня не в красную армию, никуда. Полчаса, так уже кто-то стал возмущаться. Издам. Потом смотрим, он спит. То есть у нас многие во сне уже матом ругаются. Вот для чего дошло, Бенз. Бывает, красиво ругается. Бог талант дал. Сразу у всех уши торчком, чтобы не пропустить ни слова. Тут кроме спасибо ничего не скажешь. Слушал и слушал бы всю жизнь. Соловей, Бенз. И то соловей-то только весной, а тут круглый год. Одним словом, милые дамы и уважаемые господа. Надо нам кончать с матом. Уже мы, Бенз, отравились им. Девушки такой лепят. А им их мать детей рожать. Но нам надо всем вместе. А то я смотрю, Бенз, я один бьюсь, а вы вашу мать как-то с прохладцей. А надо, Бенз, чтобы интеллигенция их мать. И пролетрят его, Езимона мать. И правительство, трижды их, и отца, и мать. То есть, Бенз, всем обществом. Тогда, может быть, у нас что-то наконец-то получится. Очень хотелось бы твою мать-то. Вчера с женой поругались слегка. Даже не поругались. Просто ей сказал, дура ты. Готовить не умеешь. И смотреть на тебя, не накрашенную, страшно. А она сказала, и у Мишка, и зарплату у тебя маленькие. И все остальное тоже. Я расстроился, лег спать. Сразу заснул мертвым сном. Проснулся рано, сумерки еще. Смотрю, по комнате ходит кто-то. Пригляделся. Призрак. Говорю, а ну-ка ишь отсюда, нечистая сила. Он мне, рот закрой, жену разбудишь. Короче, подружились с ним. Он из параллельного мира, живет в нашей же квартире. Даже фамилии у нас похожи. Обе такие птицемолочные. Он Курадоев, я Яйцебыков. Но самое главное что? Оказывается, наши миры влияют друг на друга. Скажем, если у нас всплеск воровства, у них тут же не урожай. Почему, так неизвестно. Но всегда так. У них давно уже сильный не урожай. Собственно, у них давно уже ничего не растет. Но сейчас, он сказал, граница между мирами помутнела. Теперь, если у нас всплеск воровства, у них дождик начинает накрапывать. Льет и льет. Ночью и днем. Сухого места не осталось. А когда он сказал, такие дожди, у них все начинают ругаться матом. Дети, женщины, старцы. В школе спросят, в какое море впадает Волга. А дети не знают. Кричат, вы нас замучили уже, и так у нас детства нет, и матом учительницу. А та в ответ тоже им матом. Говорит, надо учиться, учиться и учиться. А когда у них мат столбом, у нас столбом это, как же ее, импотенция. А потенция столбом стоит. Как одно с другим связано, никто не знает. Или смотри, чем они больше получают от продажи нефти, тем у нас бензин дороже. Почему так? Мы никакого отношения не имеем к их нефти. Мы к своей-то нефти. Или вот, чем у нас заметнее расслоение общества, тем у них на улицах хуже убирают за собаками. Когда у нас расслоение начиналось, у них гадили, где хотели, только голуби. А сейчас он сказал, гадят, кому не лень. Мухи, лошади, белки. Главное, когда у них белки гадят, у нас бензин дорожает. Совсем есть непонятные связи. Если у них кризис какой-нибудь или санкции, у нас начинают тротуара покрывать дорогой плиткой. Иногда связь вроде проглянет. Чем у нас больше врут, тем у них больше врут. Но обратно не получается. Чем у них врут больше, тем у нас бензин дороже. Вот тут и думай, да? Хочешь головой, хочешь еще чем. Может, надо не врать, а говорить то, что думаешь? Не знаю. Иногда прямо глаза на лоб лезут. У них, когда на самом верху новые люди появляются, не просто старых меняют местами, а новые. У нас растет ВВП. Нам все лучше и лучше. Бензин все равно, конечно, дорожает, а так все лучше и лучше. Часа три мы с ним, с призраком проговорили, но так и не поняли, почему наши миры так вот связаны. Тут светать стало. Я его уже, как старого друга, спросил. А что ты вообще приперся к нам? Раз такая связь между мирами. Он сказал, когда вы с женой ссоритесь, моя меня бьет и из дома выгоняет. Не бог бы ты со своей как-то помягче, поласкивее. Я ему, да пошел ты. Чего это вдруг помягче? И тут моя, легко она по мне, глаза открывает. Ей для смеха говорю, ты самая красивая. Она заплакала, а призрак исчез. Может, правда, нам для начала хоть за собаками убирать получше, или чаще говорить то, что думаем. А там, глядишь, и бензин подешевеет. Больше. Я в милицейском училище учусь, наследователя. Скоро буду все преступления раскрывать. Майор сказал, наша школа по раскрытию преступлений лучшая в мире. А сейчас у нас в училище вообще такие ребята подобрались. Все преподаватели за голову хватаются. Майор вчера на занятиях достает картину Леонардо да Винчи. Был такой художник итальянский. Картина называется Мона Лиза. Оригинал. Там женщина улыбается. Но как-то странно. 500 лет не могли разгадать, чего она улыбается. Майор говорит, вот вам 45 минут. Кто не разгадает, тот не милиционер. У нас все разгадали. 8 человек, 8 разгадок получилось. Ну, первый вариант самый простой. Даже странно, что столько лет не могли догадаться. Леонардо да Винчи запретил ей улыбаться, а сам начал строить рожи. Кривляться. Она смотрит на него. Конечно, улыбка получилась ненормальная. Второй вариант. На улице весна. Видно по картине. То есть Мона Лиза перезимовала. Выжила. Скоро зелень пойдет. Молодая крапива. Со своего огорода что-нибудь. Овощи всякие. А сейчас у нее сил мало осталось. Не поймешь, улыбается она или плачет. Третий вариант. Все хранили деньги в банках, и тут дефолт. А Мона Лиза хранила в чулке. И сидит, улыбается. Четвертый вариант. Муж Мона Лиза вот-вот должен прийти с работы. Может быть, даже пришел. Стоит за спиной у Леонардо да Винчи. Думает, чего он улыбается? Как-то странно. Очень просто все. Она нашла у него загашник. И все монеты перепрятала. Сидит, смотрит на мужа, улыбается. Он смотрит на нее, тоже улыбается. Но чего он улыбается, вообще никогда никто не разгадает. Пятый вариант. Мону Лизу пригласили на бал, где все будут много танцевать. Но Моне Лизе нельзя в этот день много танцевать. У нее нетанцевальный день. Но тут Мона Лиза сообразила, чем надо воспользоваться, чтобы весь вечер быть свободной в своих движениях. И загадочно улыбнулась. Шестой вариант. Мужу Мона Лизу увеличили оклад в 10 раз, чтобы он перестал брать взятки. И другим увеличили. Но Мона Лиза живет лучше других. И вилла побольше, и дети учатся за границей. Все спрашивают ее, «Откуда у вас деньги? Муж же теперь взятки не берет». Она ни слова никому. Только один раз достали уже, не берет, не берет. Один раз только и улыбнулась. А Леонардо да Винчи был тут как тут. Седьмой вариант. Мона Лиза так смотрит, как будто знает чего-то, чего другие не знают. Как будто она не с нами, а где-то. Кайф поймала. Улетела куда-то и балдеет там. Колется она однозначно. Восьмой вариант. Муж у нее не пьет, не курит, не бьет ее. Дети учатся на пятерке и четверке. Соседка не сволочь, сосед не пристает. Квартира трехкомнатная, чего еще? Просто мы никогда таких женщин не видели, у которых все в порядке. Вот нам и кажется, что у нее улыбка какая-то странная. Это мы все странные, а у нее улыбка нормальная. Азерат. В воскресенье теща приехала с тестем. Сидим после обеда. Ну, как все у нас, жизнь клянем. Очереди, талоны, нищету эту, преступность, воровство, правительство. В общем, кругом одна проституция. Я говорю своим, от того и бардак, что или шепчемся по углам, или показухой занимаемся. А надо кричать правду во все горло, тогда толк будет. И звонок вдруг. Я открываю на пороге негр в костюме. И за ним человек шесть, один с кинокамерой. Негр говорит, ахир, а то бома до. Упило, тля милек, шахир. Я говорю, ну шахир. А в чем дело? Переводчик вылез. Это король мутаки. Мутак второй. Говорит, солнце вашему дому, удача к удаче, миллион к миллиону. Я говорю, ему тоже, солнце побольше, бананов. В чем дело-то? Переводчик король решил посетить простую русскую семью, но не подготовленную к приему, а чтобы врасплох застать. И подарок передает от мутака. Шкатулку какую-то. Ну я одни из-за корысти, конечно, из гостеприимства. Вы говорю, тогда проходите. Всегда рады. Телохранители сразу шныр во все углы, во все щели. Мои ошалели, конечно, раскланиваются. Ну сели, сидим. Озирается он король-то. Потом говорит, бедновато живете. Ну о чем мы до него говорили. Самое время мне заявление сделать. Но так обидно стало за страну. Довели до позора. Говорю, почему бедновато? Нормально для одного. Как? А эти люди кто? Я говорю, это вот про тещу служанка. Это шофер мой. Про тесте. Жена обиделась за родителей, надулась. Немного только радуется за родину. А это, говорю про нее, массажистка со своими детьми. Выглянул на минутку. Король не ожидал, аж вскочил. И телохранители опять шныр-шныр по всем углам, по всем комнатам. О, а если, спрашивает вы один, не боитесь ли оставлять квартиру? Нет ли у вас воровства? Наши все засмеялись, головами мотают, дескать, бог с вами, какое воровство? Я говорю, мы в России двери-то никогда не закрываем. И днем, и ночью нараспашку. Заходили бой. У нас воровство не принято. О, у короля глаза вылезли. О, а у нас, говорит, в Африке воруют по-черному. Мои все удивляются, тоже глаза выкатывают. Я выкатил сколько мог, говорю, как же можно так воровать? Что за традиции? У нас на улицу выйди, положи 100 рублей, и иди куда надо. Обратно пойдешь, они на месте лежат. О-о-о, расстроился очень. У нас, говорит, так воруют, могут на ходу с человека брюки снять. Я говорю, извините, это дикость какая-то. У нас, если и спадут, с кого партки, никогда никто не возьмет. После праздника бывает, гулять-то у нас умеют. Выйдешь на улицу, кругом одни партки. О-о-о, аж белый стал. Но, с надеждой так спрашивает, но у государства-то воруют вовсю. Я говорю, чем взять у государства, лучше сразу повеситься. Уважать же не будут. Руки не подадут. Вообще убить могут. О-о, вскочил, снова забегал. Илухранители сразу шныр-шныр по всем углам. О-о, огорчился до последнего. Засобирался. Спасибо вам, говорит, Амеда Туссаля. Я говорю, вам тоже Амеда Туссаля. Что зашли? И за шкатулку Амеда Туссаля. И не огорчайтесь так насчет воровства. Что сравнивать-то? У нас страна высокой культуры. Со временем у вас все наладится. Будет с воровством не хуже, чем у нас. И они уехали. Пока мы впечатлениями делились, полчаса прошло. Потом в соседние комнаты заглянули, половины вещей нет. А в шкатулке на дне надпись оказалась, по-русски. Я, вот так, второй. А ты первый. Амеда Туссаля. Я в мире. По воровству. Знаю, что говорю. Вечером вчера припозднился немного. Иду переулком, чтобы дорогу сократить. Из-под воротни парень выбегает. В руках две шубы соболье. Подмигивает мне. Говорит, контейнер с мехами развалился. Народу никого. И убежал. Я остановился. Думаю, как никого? Контейнер с шубами развалился. Никого. Воруй не хочу. Беда какая. Правда, что ли, никого? Огляделся, правда, никого? Думаю, ведь растащат шубы. Как пить дать? И дорогие, и никого вокруг. Да еще, наверное, не скоро кто-нибудь появится. Огляделся еще раз. Нет. Никто не появляется. А я и думаю, какая беда. Уже парень две с собой лиху волок. Никто не видел. Каждые тысячи по двадцать долларов. Это две по двадцать получается. Ай-яй-яй. Сорок тысяч. И больше ни о чем думать не могу. И еще, как нарочно, жена мне утром говорит. Видимо, у меня никогда уже шубы не будет. Видимо, я всю жизнь голый прохожу. Весь день ее голос в ушах. И главное, объявляется всегда не к месту. В обед хотел взять салат из капусты. Вдруг голос. Козлы капусту едят. Так у них жены в шубах ходят. Так ничего и не съел в обед. Короче, стою в переулке, не знаю, что делать. Конечно, думаю, в экстренных случаях народ у нас пока еще вороватый. В смысле, когда нечего украсть, народ честный в основном. А когда экстренные случаи, есть что украсть. И темно, и никого рядом. Или светло, и полно народу. То растащат обязательно. В общем, взвесил все за и все против. И решил, что лучше быть бедным, но честным. И пошел домой. Только тронулся крик. Видимо, голая родилась. Голая и умру. И тут чудо. Какая-то сила разворачивает меня лицом к подворотне. И ноги сами пошли. Я стою на месте, а ноги идут. И получается, что я тоже иду в подворотню. Что творится в стране, думаю. Темные силы воруют на расстоянии чужими руками. Вбегаю в подворотню. Там двое с монтировками. Спрашивают, за шубами? Да. Раздевайся. И среди них тот, что мне попался на встречу с двумя соболями. Ай-яй-яй, думаю. За что, ребята? Они не зарся, но чужое. А вы как же? Мы, говорит, не у всех. Только у самых вороватых. Вот он 17 раз выбегал с шубами. А сюда зашло только 15 человек. И 16. У меня волосы дыбом. Вот до чего дошло у нас воровство. До воровства? На живца. В ботинках, трусах, майке в ноябре пришел домой. Жена дверь открыла, посмотрела на меня, сказала. Я в гроб без шубы лягу. Ну и ты у меня зиму проходишь без пальто. Граждане, и кто за все в ответе, и кто простые безобидные люди? Хватит вам воровать-то. На пенсию скоро. Оторвусь по полной. Еще бы точно знать, какая пенсия получится. Запутали специалисты. Но я нашел одного мужика. Он сказал уж кто-кто. А я точно знаю, как подсчитать пенсию. Почитал все до последней копейки. Вышла пенсия. 350 тысяч. Еще я спросил его. 350 в месяц? Он. Ты чего, совсем что ли? Конечно в месяц. Не в год же. Черт его знает. С одной стороны хорошо. С другой чувствую подвох где-то. Если 350 тысяч с первой пенсии, полечу в Бразилию. На карнавал. Потанцую до упада. 350 тысяч должно хватить. Ну еще сэкономлю где-то. Гостиницу сниму с одним завтраком. Консервы с собой возьму. Презерватив. Презерватива не надо. Там дают они. Должно хватить 350 тысяч. А там черт его знает. Немного не по себе все-таки. Кожей чувствую подвох где-то. Опять мужика поймал. В лоб ему говорю. А клад у меня 35 тысяч в месяц. Может пенсия получиться 350 тысяч. Он мне, ну ты сам-то подумай. Зачем мне тебе обманывать? Как они написали, так я и подсчитал. На всякий случай решил пока в Бразилию не лететь. Не исковать. Решил поеду в Париж. Гостиница с одним завтраком. Консервы, презервативы. Еще на чем-нибудь сэкономлю. Посмотрю хоть на Эйфелеву башню. Зайду в Луэр. И конечно на могилку. К Наполеону. 350 тысяч в этот раз должно хватить. А там черт его знает. Хотел сам посчитать пенсию. Не получилось. Такая ерунда вышла. 15 тысяч в месяц. Так же не может быть. Три раза пересчитывал. Все три раза ровно 15 тысяч. То есть где-то одна и та же ошибка спряталась. 15 тысяч это скандинавская ходьба. Домино и вечером кефир. Опять подкараулил этого мужика. Говорю, не обижайся, я тебе верю. Но надо знать, куда билет брать. Если заранее взять, получится подешевле. Так мне в Бразилию, в Париж или в Мытищи. И когда никого рядом не было, сунул ему взятку. Пол-литра водки. Он выпил один. Сразу начал пересчитывать. А я прямо костями чувствую. Сейчас точно подвох всплывет. Но мужик тыщет пальцем в свои столбики. Видишь, говорит, дважды два. Четыре. Три плюс пять. Восемь. Один умножить на один. Один. Как тут можно ошибиться? Ну, слава Богу. А там черт его знает. Сам сел проверить. Считай, как мужик учил. И тоже у меня. Дважды два. Четыре. Один на один. Один. Получилось пятнадцать тысяч. Где ошибка? Кто виноват? У меня на нервной почве случился разлад. Между сердцем и разумом. Сердце, говорит, Не надо пятнадцать тысяч. Пожалуйста. А разом уперся пятнадцать тысяч. Побежал разузнать поточнее про семью мужика. По семье и про хозяина все понятнее. Семья хорошая. Жена простая, но красавица. Сын в шестом классе учится. На следующий год ему в армию. В семье всегда всем улыбаются. Даже когда рядом никого нет. А есть такие самодуры, слушай. Стучит себя кулаком по лбу. Ты с ума сошел? Как может быть триста пятьдесят тысяч, если у тебя клад тридцать пять? Пена изо рта. Мат с толбом. Что ты беснуешься, завистник? Возьми бутылку, сходи к этому мужику. Может у тебя получится больше моего. Не знаю, как-то раньше проще было с пенсиями. Вообще сейчас про пенсии лучше помалкивать. Народные средства. Шутки шутками, женщины внимания. У одной женщины муж пил. Не сильно так, но все-таки. До беспамятства. Она со старушкой одной сговорилась. Этот муж просыпается как-то после пьянства. Видит по комнате, мотается женщина. Преклонного возраста. В одной сорочке чего-то. Он забеспокоился. Мол, где это я? Смотрит он дома у себя. Тогда он думает, кого-то я привел, значит. Но чего она староватая какая? Одни маслы торчат. Как будто она сто лет работала лошадью в шахте. Тут дети его выбегают. Они тоже в заговоре участвовали. Кидаются к этой женщине и кричат. Мама, мама, с добрым утром. У него от нервов ноги задергались. Вернее, одна. Одна спокойно лежит, спит. А одна тета задергалась. Тут старушка как скажет, вставай, сокол мой. У него и вторая нога задергалась. Полгода прошло. Сейчас хорошо живут с женой. Недавно купили себе велосипед. Кредит. Оба очень любят кататься. У нее, правда, дрожь осталась. И ноги на педалях не держатся. Так что он в основном за седло держится, бежит рядом. Пить, конечно, бросил. А от велосипеда не оторвать его. А одна женщина. У нее муж тоже пил не сильно. Он сам раздевался. Не сразу, конечно. Ближе к утру. Но он как разденься, кровать не мог найти. Она думает, лучше я один раз потрачусь, Чем всю жизнь в нищете жить. И как-то в понедельник, Куда только можно чего влить, Влила водку. Муж приходит вечером, сел щи хлебать, там водка. Он кинулся к холодильнику, достал кефир, чтобы запить, там водка. Она кричит, тебя Бог наказал. Да чего не коснешься, все водкой становится. Бросай пить. Он орет, нет, никогда. И бегом в туалет. Стакан целый раз из бачка. А там тоже водка. Сейчас хорошо живут. Пошили ему новое пальто. Из ее старого. Конечно, умом он немного тронулся. Но зато совсем не пьет. Даже в воду. А одна женщина, у нее муж почти не пил. Так, чисто символически. На кровать мог забраться. Он удержаться на ней не мог. Она сама стала угощать его водкой. Но каждый раз подсыпала туда порошок. Чтобы принесло его. Он выпьет, бежит. Выпьет, бежит. И здорово так привык. Уже жена забудет подсыпать. Он все равно бежит. Просто пустой стакан на улице увидит. Они всегда же у нас рядом, правильно ли? И он на свежем воздухе стал часто бывать. Незаметно бросил пить. Сейчас они очень хорошо живут. Даже на какую-то газету подписались. На три месяца. Любого можно вылечить от пьянства. Можно, конечно, гипнозом. Но лучшие народными средствами. Вчера с работы выгнали. Жена за сердце схватилась. Выгнали опять. А мне детей кормить нечем. Ах ты. Как она сказала-то. Ну, в том смысле, что козел вонючий. И давай все в одну кучу валить. Ты невезучий. Мы с тобой пропадем все. Кто-то там за нее сватался в молодости. Хороший человек очень. Скоро из тюрьмы выйдет. А я обалдуй. Валенок. Моржовый. Я говорю, я не невезучий. Она кто тогда? Ты хоть раз прошел по улице, чтобы на тебя птицы не нагадили? Я говорю, это хороший знак. Они гадят всем великим на памятники, а на меня при жизни. Она год назад проститутка, негра-шпиона обворовала. Почему задержали тебя? Меня, говорю, как шпиона, а не как проститутку. Она, кто пошел родинку удалить с колена? Ему обрезание сделали. Я молчу, стою. Она смотрела, смотрела на меня, говорит, уходи и не приходи больше. Так будет лучше для всех нас. Попей в последний раз воды из-под крана и иди. Я провожу тебя. Пошли мы с ней, она впереди, я чуть сзади тащусь. А у нас там рыночек небольшой. Она остановилась чего-то. Чего остановилась? Денег все равно нет ни копейки. По привычке, наверное, как лошадь. А я иду. И представляешь, только с ней поравнялся. Ко мне подлетают двое. Один с камерой, второй с микрофоном. Центральное телевидение. Вы новый президент России. Ваш первый указ. Я растерялся. Парень снова. Вы президент России. Ваш первый указ. Когда он второй раз сказал, что я теперь президент России, только тогда я поверил. Ну, чего, конечно, обрадовался, какую-никакую работу нашел. И тут женщина одна. Она помидоры щупала, чтобы не подложили одних гнилых. Поворачивается и говорит, где президент России? И когда с этим помидором? В лопне. И со всех сторон как началось. А там кто простоквашей торговал, кто капустой квашеной, кто грибами, кто селедкой. Не такой уж и маленький рынок оказался. Стою я весь в томате, в чешуе, в капусте. Понимаю, что кредит доверия к президентам исчерпан. Думаю, сейчас срочно в борьбиху, душ приму и за работу. И тут вижу, мужик один тянется рукой к тыкве. В мозгу молнии не успеть в борьбиху. Мужик тыкву берет, размахивается. Вдруг крик. Пустите меня к этому человеку. Я первая леди страны. Там еще леди были с кошелками. Не пускают ее. Но Галя пробилась ко мне, говорит, отрекись от власти. Я говорю, ты чего такой случай? Вообще у нас никогда еще никто от власти не отрекался. Она, а ты отрекись, не доводи страну. Ты невезучий. Отречешься, я тебе все прощу и буду любить. Ну что, я дурак, что ли? Конечно, я отрекся сразу. Обнял Галю. Говорю, ничего, Галь. Что-нибудь подвернется еще. Смотри, говорю, какой хороший знак мне в небе. А над нами как раз журавли клином летят. Красиво, слов нет. Говорю, царские птицы. И Галя говорит, да, с такой высоты и так точно. И мы пошли домой. Нервы. Такая вещь тонкая. Скажи человеку комплимент, и он расцветет. Скажи правду или еще какую-нибудь гадость, и он загнется. У нас одного парня затравили напрочь. Он тихий, скромный. Ну и над ним вечно смешки всякие строили. То скажут, видели тебя голым на балконе у соседки. Это зимой-то. Он летом в пальто боялся подойти к девушке. Была одна, очень нравилась, ему ни разу не подошел. Она, правда, страшненькая. Не он один боялся подойти. То скажут, ну ты дал вчера в ресторане, как зеркала-то бил, помнишь? Нет. Он потом-то успокаивался, вспоминал, что в ресторане не был. Но все равно всякий раз переживал сильно, стал замыкаться в себя, погас. Ну что, если люди к тебе относятся издевательски? Думали уже, что не жилец он. И вот случай спас. Он на себя внимание перестал обращать, и один раз забыл застегнуть ширинку. И оттуда торчит край рубашки. Идет себе, ничего не замечает. И видит, что такое. Все ему улыбаются. И он решил, что все догадались, какой он хороший человек. Что он всех любит. И теперь все любят его. У него в душе образовался этот, чтобы не соврать, фейерверк. Музыка в душе. Одни вальсы. По-другому мир увидел. Вон мальчик. Помогает старушке дорогу перейти на красный свет. Перевел требует денег. Еще пять мальчиков откуда-то взялись. Матеряться на старушку. А прохожим одернуть их себе хуже. Дети выпивши, можно в лоб получить. А паренек на подъеме подлетает к ним одному подзатыльник, другому подзатыльник. И раскидал всех. Старушку заодно чуть не угробил. Но обошлось. Короче, народ устроил ему эту, не соврать бы, овацию. У него силы удестерились. Рядом каток асфальтовый стоял. Он пихнул его на радостях. А за катком Мерседес новенький. Смятку. Из Мерседеса трое выскочили бежать. Милиция, полиция задержала их. Куда вы, дураки? Мы видели, вы не виноваты. А как не виноваты? Семь лет в розыске. Парню, не сходя с места, медаль на грудь. Ну, не важно. Короче, он идет себе дальше, сверкает медалью и ширинкой. Вообще уже герой. И узнал одного чиновника. Как крикнет, взяточник. У того портфель, как сказать, чтобы не соврать. Портфель вылетел из рук. Из портфеля деньги веером. И еще шесть человек с испуга. Он их не знал даже. Тоже выронили портфели. Деньги на всю улицу. Полиция бросилась подбирать деньги. Как улику. Так-то они им не нужны. Этих семерых под белые руки. Они тут же выдали каждый еще по семь человек. Все уже сорок девять. И их семеро пятьдесят шесть проходимцев. Парня к ордену. И паренек с орденом, с медалью, с ширинкой на распашку. Уже не идет, летит по воздуху. Чего, у него крылья выросли. А там шашлычная по пути. Бухаловка такая. Оттуда выходит вдруг Анфиса Чехова. Еще кто-то. Увидели парня, у них драка началась из-за него. А он мимо. И к своей страшнике подходит. А та тоже. Не то юбку задом наперед надела. Не то вообще забыла надеть. Тоже на подъеме. Улыбается ему. А он с орденом, с медалью. И сразу видно, что остальное все при нем. Где ее стоять? Объяснились. Короче, у нее сейчас двое детей. Мальчик и девочка. Близнецы. Мальчику год. А девушке, чтобы не забраться, совсем полгода. Но не важно. Главное, про что я. Давайте чаще улыбаться друг другу. Проверим. Пять минут назад дома сижу. Тепло. Сухо. Уютно. Пельмени ем. По телевизору эротику показывает. Засыпаю, короче. И вдруг, ни с того ни сего, думай, за холодную воду им плати. За проезд подняли цену. За лекарства убрали льготу. За мусор подняли цену. Выбежал на балкон и во весь город, как зару. Да пошли вы все! И прыгнул с двадцатого этажа. Нашло, что ты. Перестал владеть собой. Недавно совсем тоже подхожу к подземному переходу со служивицей. Кстати, красавица. Идет она, кстати, весь день ко мне. Как рябина к дубу. Ну, чего, взяли вина хорошего. Колбасы. Она прямо глаз с меня не сводит. Честно. А я слышал, красавец, хлебом не корми. Только дай им кого пострашнее. И этой, конечно, здорово повезло. Короче, идем ко мне. Она прижалась еще. Говорит, я прямо вся дрожу. Меня жаром обдало. Потом тоже весь задрожал. Потом, что ты не стоишь, не все думаешь. За отопление, когда не топят, плати. За радио я не слушаю никогда, плати. За мусор дался он мне, плати. Да я на всю улицу как зару. Да пошли вы все. И побежал через дорогу в неположенном месте. Ни одна машина не остановилась. Но проскочил благополучно, без последствий. Нашло что-то. Так-то нервы у меня железные. На той неделе тоже в трамвае еду. Пейджер. Ззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз конечно, необыкновенно. Думаю, у меня теперь шейхи прислуги будут. У меня Чубайс будет в коридоре стоять, свет включать, выключать. И вдруг ни с того ни с сё думаю, а за мусор ты им плати. Без билета едешь, штраф, плати. Я как зару, да пошли вы все. И на полном ходу 140 километров в час выпрыгнул из трамвая. Благополучно выпрыгнул без последствий. Нашло что-то. Но если сейчас с двадцатого этажа упаду без последствий, скажу, покажу с врачам. Видимо, всё-таки что-то с нервами. Мишка, сколько лет, сколько зим. Когда последний-то раз с тобой видались? Позавчера. Вот ты ничего не знаешь. Вчера Пётр с Иваном убили друг друга. До крылья. Пётр телевизор включил, смотрел, смотрел с полчаса. Нет ничего. То, бывало, и рябь показывал, а тут нет и её. Одни крапины. Крапины же неинтересно смотреть. Он к Ивану. Ну, Иван сразу пришёл. Под хмельком, правда. И Пётр маленько под хмельком был. Да, короче, пьяные оба в стельку. Иван сперва отпочинил телевизор. Заработал он. Вставил вилку в розетку. Тот и заработал. Пошла рябь. Голоса нету. Рябь хорошая идёт. Крупная. Хоп! Исчезла рябь. Иван возьми, ударь кулаком по телевизору. Тот возьми и взорвись. Ну, тут у них драка и вышла. И кто вот виноват? Пётр ни при чём, я считаю. Иван виноват. А Пётр прав. Он же не понимает в телевизорах. Только с какой стороны смотреть, и всё. Кузьма вам порошков. Весной взялся у жены роды принимать. Твоё это дело. Учился ты. Что ты лезешь, куда не надо? С ножом встал у постели. Ты повинешь обрезать. Так глаза открыла. Господи, муж с ножом у горла. Обморок съесть, сердцем что-то. Тут же троих родила. Теперь корми. Так бы одного. Я так считаю, всё-таки Пётр виноват, а не Иван. Пётр. А кто же ещё? Знай, кого зовёшь. Тем более, видишь, он лыка не вяжет. Зачем звать? Какой из пьяного спрос. Белкин, вон, Сергей Алексеевич, агроном. Считай, не пьющий совсем. А кто его в поле одного видит? Тут брат к нему приехал с женой. Ну, выпили чуть дело к ночи. Жёны спать. Хозяйка у Сергея Алексеевича уважительная женщина. Гостям в свою постель уступила. Самим, значит, в сенях постелила. Мужа упредила. Они добавили ещё. Под утром брата в сене сам в постель по привычке. И что теперь? Кто кому муж? Кто кому брат? И с пьяной не помнят. Было, чего не было. Жёны смеются, кричать ничего не было. Может, и не было. Тогда чего они весёлые такие? Я считаю, Иван виноват. Конечно, Иван. Нет, Пётр. Пётр виноват. Или Иван. Нет, всё-таки Пётр виноват. Иван тихонько ударил по телевизору-то. Да тоже ведь это телевизор, а не морда. Чтоб ему зазря стучать. Такая спешка вдруг. Чудо тебе сейчас покажут на трёх ногах. Тимофей вон Дубков поспешил. Залез на крышу трубу поправить. А у соседа дачница загорала. Лопушком прикрылась. Он и пополз по крыше, как змей. Что ты ползёшь? Лопуха не видал? Твою мать-то. Лопуха, лопух. Да и под лопухом-то что, ухо что ли? Полз-полз, а крыша-то кончилась. Это ж не дорога в Москву. Вообще потом три месяца на баб не смотрел. Ещё ведь что? Уже на там корыто стояла. Внука купать затеялась. Кипятку налила, пошла за холодной. Тимоха тут и приполз. Но грудь, лицо у него не пострадали ничуть, слава богу. Ноги тоже, слава богу, целы. А остальное всё вкрутую. Так-то вот. Я считаю, Пётр не виноват. И Иван не виноват. Видишь, как у нас у русских получается. Никто не виноват, а морды у всех бит. Все всегда сравнивают всё с Западом. И что не возьмут, на Западе лучше. Вообще уже никакой гордости не осталось. Ты людей сравни прежде всего. Да хотя бы возьми, кто на Западе нищий и кто у нас. Наш нищий самый образованный в мире. У нас в правительстве сейчас учёных сидит меньше, чем на Паперти. И некоторые, которые на Паперти, посильнее тех, что в правительстве. Поменять бы их местами. Мне один полковник из ФСБ сказал, двоих с Паперти выдвигали на Нобелевскую премию. И вроде дали, но им не в чем было поехать получить. А женщины с Паперти, они не разговаривают даже с нобелевскими лауреатами. Только с Богом. Живут в четвёртом измерении. К нам возвращаются помыться, поесть, что дадут. По специальности возьми. У них нищие – это отбросы общества. У нас это сливки. Писатели есть. Пишут не про убийство и не про секс. Есть такие писатели. Нищие, конечно, которые пишут про секс в гробу, на ветвях, в крапиве. Те живут хорошо. Поменять бы их местами. По социальному положению. Кто у нас среди нищих? Не гадай, надорвёшься. В Иркутске к начальнику полиции приводят троих бомжей. Он свысока так. Фамилии, имя, отчество. Эти говорят – Борис Годунов, Иван Грозный. Владимир, Красное Солнышко. Совпадение, конечно, но всё равно по национальным признакам возьми. Все народы представлены. Все. Русских большинство, естественно. Украинцы есть, белорусы, татары, латышей немного, ханты. Хантов совсем мало. Их всего-то. Говорят, о сирийце есть. Очень древний народ. У нас их осталась горсть. Беречь надо, не знаю как, больше жизни. Евреев. Тоже это. Очень древний народ. Тоже их, которые остались у нас мало. Говорят, есть нищие. Я не верю. Но говорят, есть нищие. Даже среди пупуасов. И всего двое у нас. Значит, один нищий. Многие думают, нищие это, которые меланхолики. Им лень в землю лопату воткнуть, чтобы нефть забила фонтаном. Нет. Хлериков тьма. Они 24 часа в сутки в беспрерывном движении. С утра в Собес узнают, почему инфляция растёт быстрее пенсии. Обещали, что будет сильно отставать. Что замрёт намертво. Она всё время растёт. После Собеса собирать бутылки. Потом в Собес, может инфляция отстала хоть на полкорпуса. Потом митинг в поддержку правительства. Потом лопаты в землю, может нефть хлынет. Потом сдавать бутылки. Потом Собес. Потом митинг. Потом собирать бутылки. Это кто нищий? Теперь где нищий? Где? Везде. В бутик зайди в любой. В ювелирный. В любой. В банк. В любой. Входишь, он первый тебе навстречу. У него на лбу написано охрана. Что он там делает? Богатых обслуживает. Держится за своё место, как клещ. Не выковыришь ни за что. В Госдуму зайди, если пустят. Что они там делают? Обслуживает богатых. Не выковыришь никого ни за что. Единственное, конечно, в Кремль зайдёшь. Царь колокол есть. Царь пушка есть. Царя нищего нет. Не то, что царя. Вообще в Кремле нищего ни одного. Теперь смотри. Жалко не проводить олимпийских игр среди нищих. На всех пересталах стояли бы наши люди. В метро они с квашеной капустой, шариками светящимися. Полиция появилась. Хоп. Нет никого. Секунды не прошло. Кто подпрыгнул на три метра без шеста. Другой, пока этот подпрыгнул, уже на той стороне улицы стоит, опять торгует. Ещё деталь. Всё относительно. Всё. Миллионер по сравнению с миллиардером нищий. Даже есть нищие миллиардеры. Ну, если у него только 1-2 миллиарда. Официально. На самом деле пусть 10-20 миллиардов. Что он по сравнению с тем, у кого 20-30 официально? Что он себе такого может позволить? Какой каприз? На Мерседесе через две сплошных полосы? Как Соломи, слева направо, потом справа налево? Напротив министерства внутренних дел. На красный свет. Не давая себя обогнать скорой помощи, вряд ли рискнёт. Потому что могут привлечь. Могут. Могут привлечь, могут не привлечь. Но могут и привлечь. Потому что у нас все равны. Все нищие. Так получилось исторически. Теперь уже не докопаешься. Почему это у нас все равны? Кто-то записал в Конституции, потом спохватились. А всё, уже закон, уже все равны. В общем, нищих, какие есть у нас, нигде больше днём с огнём не найдёшь. Так что не надо во всём преклоняться перед Западом. Есть у нас ещё чем гордиться. Я прибегаю с улицы. Мама, мама, я узнал новое слово из трёх букв. Та половником по лбу, он зарёбанный к отцу. Тот говорит, какое слово ты узнал? Он говорит, дом. Сам идёт на кухню, берёт паломник, жене по лбу. Говорит, о доме больше думай. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин